Полтора года назад, и это ясно показывает, что Церн намекал на эффект Манделы. И эти ребята в основном выставляли себя на показ или подыгрывали нам, в основном говоря нам, что они стоят за этим. Эффект Манделы. А теперь почему я показываю тебе ЛС Славкрафта? Почему я говорю об эффекте Манделы? Хорошо, поехали. Вот Джоди Роуз своими собственными словами объясняет, что то, что они вытягивают из других измерений, было бы неверно называть демонами, потому что демоны. В этом видео я не совсем подытоживаю суть происходящего. Прямо здесь вы услышите, как Джоди Роуз своими собственными словами объясняет, что они вызвали буквальное цунами, и что человечество не будет готово к этому. Вот Джоди в июле рассказывал об эффекте Манделы. Квантовым ключе к разгадке слухов о том, что Церн и Ди Вэйв стоят за эффектом Манделы, по его собственным словам, на протяжении многих лет. Мне прислали пижаму с целой кучей всякой всячины, ты же знаешь, что при создании чего-то вроде квантового компьютера происходит много интересных вещей, но это просто в сторону. Потому что мне это показалось забавным. Одна из интересных вещей, произошедших в истории с Ди Волной, заключается в том, что в интернете возник гигантский заговор, который звучит примерно так. Ди Вэй создает квантовые компьютеры. То, как они работают, если ты знаешь, как это работает, это одна из интерпретаций того, что ты подключаешься к этим параллельным вселенным, и они выполняют вычисления. Звучит действительно странно, но заметьте, что он пытается высмеять свои собственные слова, вы знаете, это звучит действительно странно. Они подключаются к другим измерениям, но он явно показывает Энтони Патчу, и он просто в основном замалчивает все это. Но сейчас все будет гораздо серьезнее, и я также играю в эту игру на более высокой скорости, чтобы избежать нарушения авторских прав. Так что получается, что эта идея была украдена. Чтобы описать так называемый эффект Манделы, который заключается в том, что прошлое меняется, так что подумайте о чем-то, что, как вы знаете, является правдой из прошлого. А затем представьте, что вы зашли в интернет, и вообще не можете этого найти, этого там нет. Это не соответствует вашему опыту, поэтому эти люди. Я думаю, что Ду ответственно и уверенно в себе, и, конечно же, в этом каким-то образом сказывается квантовый ключ к бездне. Я не совсем уверен, насколько это нормально. Так что это просто диволна. Я делал это около 15 лет. Прежде чем снять это видео, я позвонил Энтони Патчу и написал ему сообщение, чтобы он прокомментировал на это мне. Он так и не перезвонил мне, и, скорее всего, не перезвонит, так что ты знаешь, почему бы и нет. В любом случае, ситуация становится намного хуже. В этом видео он говорит, что он в основном закончил с D-Wave и работает с Kindred, и они собираются создавать роботов с искусственным интеллектом, которые могут делать каждый. Это единственная вещь, которую может сделать человек, но лучше прямо сейчас обратите внимание на символику на его рубашке, потому что эти парни буквально пропитаны ею. Потому что все, что они делают, находится на оккультном уровне, и именно поэтому они постоянно окружают себя символикой. Это часть сделки он. Ты понимаешь, о чем я говорю? Все это случайное совпадение, но эти ребята постоянно и всегда носят символику. Но я отвлекся от того, что ты слышал об искусственном интеллекте. Это не то, что мы подразумеваем под искусственным интеллектом. Под искусственным интеллектом мы подразумеваем программную систему, которая может делать буквально все, что может сделать человек буквально. Совершенно очевидно, что компьютеры справляются с чем угодно лучше людей во многих отношениях, так что теперь представьте себе, что они не только могут делать все, что может сделать человек, но и могут делать все, что лучший человек в любой задаче мог бы сделать лучше них, так что представьте себе, что это была интеллектуальная олимпиада. В беге на 100 метров Усейн Болт, самый быстрый человек, я могу себе представить, что это какая-то ментальная штука, вроде написания романа или чего-то еще. Представьте себе теперь, что эта штука намного быстрее Усейна Болта, например, это космический корабль, да, он все еще делает то же самое. Но у нас это получается намного лучше, потому что мы ограничены, потому что мы люди, так что Киндрид пытается решить эту проблему. Как создать машины, которые во всем превосходят людей. Теперь у нас возникает ментальный блок, когда мы думаем об этом, потому что когда мы думаем об этом, когда мы думаем об этом, у нас возникает ментальный блок. Ты подумай об этом, один из твоих вопросов может звучать так. Например, в чем заключается применение этого метода, так что представь себе вот что. За 10 долларов, допустим, я мог бы построить машину, похожую на маленького робота, у которого были бы пальцы, глаза и все такое. И он мог бы выполнять твою работу лучше, чем ты, независимо от того, что это такое. И я мог бы продать это твоему работодателю, скажем, за 15 долларов, и получить прибыль вместо того, чтобы платить тебе 100 тысяч долларов в год. Так что сразу же вернемся к видео, которое компания TrueStream Media выпустила полтора года назад под названием «Устаревшая», где они буквально собираются. Замени человечность в каждом человеке. Ни у кого не будет вообще никакой работы, если эти ребята исполняют свое желание, потому что они привносят демонические сущности прямо сейчас. Звучит ли это как теория заговора? Конечно, так оно и есть. Но знаете ли вы, откуда это исходит из уст лошади? Продолжайте слушать оон. Я собираюсь прямо сказать об этом, и ты должен прийти в ужас, и тебе должно быть предложено подготовиться духовно, потому что это духовная битва, в которой нет двух путей. Мне все равно, что ты думаешь. Есть причина, по которой это было изложено в Библии, просто нет двух путей. Прежде чем мы начнем бороться не против плоти и крови, а против правителей, против властей, против сил этого темного мира и против духовных сил зла в небесных царствах. А теперь следите за новостями, потому что Джорди собирается прямо сказать об этом, и он тоже говорит то же самое. Я все время повторяю, что это происходит на заднем плане. Знаешь ты об этом или нет, он также намекает на тот факт, что все обеспокоены планом медицинского обслуживания, спортивными состязаниями на телевидении, новостями и политикой, в то время как это продолжается на заднем плане. Я прослушал именно это интервью с Джорди, или эту презентацию с Джорди, я прослушал это по меньшей мере 15 раз со вчерашнего дня. А теперь представьте, что это было верно для каждой отдельной работы, так что именно об этом мы здесь и говорим, о полном и кардинальном преобразовании. Такого подобного, чему еще никогда не было в истории человечества. Промышленная революция выглядит как маленький крошечный проблеск на пути, по которому люди пошли, когда мы вышли из Тины, несколько миллиардов лет назад. И сейчас мы находимся прямо на пороге этого перехода, так что... Этот парень, Рич Сатан, один из самых известных людей в академическом мире искусственного интеллекта. Нет, послушай, послушай. Этот парень, тот самый парень, который стоит за квантовым компьютером D-Wave, единственным квантовым компьютером в мире. Мир, который получает доступ к другим измерениям в соответствии с тем, что они нам говорят, говорит нам о том, что прямо сейчас мы находимся на грани, так что будьте внимательны. Потому что то, что он собирается сказать, должно определить все ваше будущее. И как и многие другие, когда его спрашивают, когда это произойдет, он говорит примерно следующее, он... Вероятность того, что в течение 13 лет произойдет то, о чем я говорю, составит 25%, знаешь, когда ты думаешь о том, что пишут в новостях. Ты знаешь CNN, BuzzFeed, что бы там ни было, в наши дни все они примерно одинаковы, подумай о том, насколько неважно, что ты читаешь, если это правда, да. Так, какое же это имеет отношение к инопланетянам? Итак, Сэм Харрис, которым я очень восхищаюсь, очень интересный парень, рассказывал эту притчу во время выступления на конференции TED, которую он проводил, и это звучит примерно так. Так что я, э, говорю, что я президент Соединенных Штатов, поэтому я получил это послание с небес. Итак, моя микроволновая тарелка, моя тарелка Сети, наконец-то запечатлела что-то, и на ней написано, через 50 или 13 лет мы прибудем на вашу планету. Вы должны быть готовы прямо сейчас, просто представьте, что произойдет, если это произойдет. Если бы это произошло, сверхразумная инопланетная раса передала бы сообщение всем нам, землянам, о том, что мы прибываем 13 июля 2030 года, и мальчик, тебе лучше быть готовым, потому что материнский корабль приземляется прямо на лужайку перед Белым домом или где бы ты не хотел приземлиться в этот день. Объем ресурсов, которые были бы направлены на то, чтобы попытаться выяснить, что делать, охватил бы весь мир, искусственный интеллект именно такой. Так что, когда произойдет то, о чем я говорю, это будет именно то, о чем ты думаешь об этих суперинтеллектуальных ИИ. Так что единственное, что я могу тебе сказать, это то, что они не будут похожи на нас. Поэтому инопланетяне означают, что ты знаешь, что эти вещи, которые мы создаем, не будут людьми, они могут быть действительно умными. Они могут быть действительно хороши во всех видах разных вещей, но они такие же он. Они не будут похожи на нас, они будут инопланетянами. И мне жаль говорить, что они будут намного умнее каждого отдельного человека в этой комнате, не обращайте внимания. Потому что он буквально раскрывает прямо в этот момент то, что мы даже не можем понять, так что это, конечно же, вызывает много вопросов. Один из парней, который говорит об этом, Илон, который говорит примерно следующее. Когда ты делаешь это, будь осторожен. Потому что ты думаешь точно так же, как парень из этой истории, что когда ты это сделаешь, ты обязательно это сделаешь. Поставь этого маленького человечка в пентаграмму, и ты достанешь свою святую воду, и ты помашешь ею перед этой штукой, и клянусь Богом, она будет делать именно то, что ты говоришь. И ни одной вещи больше, но так никогда не получается. Так что это не то, что нужно. Отношение к тому, что у некоторых возникает такое. Я испытываю панику по поводу того, как все это будет происходить, но эти слова-демоны не отражают сути происходящего здесь, э. Я не знаю, является ли кто-нибудь из вас поклонником странной фантастики рубежа веков, но есть один парень по имени Эл Славкрафт. Очень известный американский автор странной фантастики, и он. Я высказал точку зрения, которая называется космизмом, а суть космизма заключается в космическом безразличии, так что он хотел сказать. В принципе, да, существуют эти чрезвычайно разумные существа, но они не являются добрыми, они не являются злыми, им просто наплевать на тебя даже внутри. Точно так же, как ты не заботишься о муравье, точно так же они не будут заботиться о тебе, и эти существа, которых мы сейчас вызываем в мир, не демоны, они не злые. Точно так же, как ты не заботишься о муравье, точно так же они не будут заботиться о тебе. Я буду заботиться о тебе, и эти твари, которые призывали его, и эти твари, которые призывали его сейчас в этот мир, не демоны, они не злые. но они больше похожи на лавкрафтианца. Великие старцы, есть сущности, которые не обязательно будут соответствовать тому, чего мы хотим. А теперь ты можешь вращать это так, как тебе нравится. Он прямо сказал тебе об этих сущностях. Что? Мы призываем его в этот мир, он призывает к действию. Он сидит перед аудиторией полной студентов, пишущих код, и просит их присоединиться к нам прямо сейчас. Он уже сказал, что они открыли шлюзы, которые он уже описал. Кем бы они ни были, он уже говорит, что они будут казаться инопланетянами, цитирую без кавычек, если ты хочешь остаться в своем отпускном сезоне, в своем безопасном пространстве. Чего бы ты ни хотел, это то, о чем мы говорили тебе в течение многих лет. Именно поэтому мы говорим тебе об этом, потому что в то время, как все остальные таковы. Наблюдая за новостями Бузфит, CNN, NFL и всем остальным, некоторые из нас изучали это до тошноты, это слепо соответствует тому, чего мы хотим. Так что этот переход действительно очень важен. Для всего нашего вида чрезвычайно важно сориентироваться и вернуться к тому, о чем говорил Сэм Харрис. Никто не обращает внимание на то, что происходит на заднем плане. В то время, как люди спорят о политике и о том, что будет включено в план медицинского обслуживания в США. А под всем этим скрывается нарастающая цунами, которая, если мы не будем осторожны, сметет нас всех с лица земли, насколько яснее тебе нужно сказать, что это тот самый парень, который запустил D-волну. Это тот самый человек, который есть. Учитывая, что у нас есть высокоскоростное подключение к интернету с существами из других измерений, он говорит об этом вот так, это не может быть совершенно ясно. Я не знаю, что еще тебе сказать, так что на этой приятной ноте мы нанимаем людей, чтобы попытаться сделать что-то подобное возможным. И, конечно же, ты знаешь, что это очень сложный проект. Конечно, и я немного косноязычен по поводу всего этого, как будто ты знаешь, как плохо обстоят дела. Потому что на самом деле все не так. Ты же знаешь, что технологии — это палка о двух концах. Даже. Что-то вроде этого — это агностицизм. Все зависит от того, кто им владеет. Если ты хочешь сказать свое мнение о том, как все это будет происходить, ты не можешь сидеть в стороне. Ты хочешь сказать свое слово, ты понимаешь, о чем я говорю. Они абсолютно прямо обращаются к нам. Яснее не становится. Более того, он совершенно искренне сказал, что это полные доспехи Бога. Это не шутка. Я вообще нигде больше не видел этой информации. Ричи из Бостона. Поделись этим, я не ухожу. Ричи из Бостона. 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 Ричи из Бостона.